Итак, как влияет на семью карма и ее членов? Влияет. Вот, допустим, смотрите, вот в этой линии, да, меня бросили, да, то есть я бросил кого-то, теперь меня должны бросить. Я рождаюсь в семье женщин, которых бросают. Вот эта линия, она идет там непонятно с каких. Кланы вот эти семейные не меняются, они созданы Богом тоже. Они нужны для того, чтобы отрабатывать разные виды кармы. Есть разные семейные кланы, вот эти, они идут сверху вниз, спускаются. Я попал в какой-то из этих кланов. Зачем? Затем, по двум причинам. Первое, чтобы облегчить участь этого клана с помощью своего правильного поведения. И вторая причина, чтобы там отработать свою плохую карму. Вот смотрите, как я облегчаю участь. Он остается тем же самым. То есть там будут бросать женщин в этих семьях. Но так как я победила судьбу, то есть я молилась Богу, вела правильную жизнь, и меня не бросили, хотя хотели. И уже даже он ушел, но вернулся. Почему? Потому что я сдала экзамены. То в этом случае ты становишься ангелом-хранителем у этого семейного клана. Ангелом-хранителем. То есть все родственники, которые будут рождаться дальше в этом роду, они от тебя будут получать знания в сердце, как сохранить семью. Они об этом не будут знать, но ты будешь их ангелом-хранителем. Где бы ты ни был в своей жизни, ты будешь им помогать всю жизнь. Потому что ты получил знания. А веды говорят, знания, если человек получил в своей жизни, он его никогда не теряет. Настоящее знание остается на вечность человека. Знание имеет вечную природу, настоящее. Настоящее счастье тоже никогда не покидает человека, но имеет вечную природу, надо его заслужить. Временное счастье покидает. Если мы стремимся к семейному счастью, временному, тогда оно будет нас покидать. Но если мы стремимся к высшим отношениям с Богом, тогда семейное счастье будет приходить к нам, само собой. Потому что мы заслуживаем люди, которые... Если человек от Солнца получает свет и становится проводником этого Солнца, он тогда может всем этот свет дарить без проблем. Это означает семейное счастье, что ты отдаешь, а не берешь.